Доброго времени суток, дорогие друзья! У нас проект Хелик. Сегодня мы поговорим о нашем национальном банке Израиля, который, кстати говоря, находится за моей спиной. Банк Израиля в июне месяце опубликовал отчет, в котором говорится, что наша страна сегодня обладает 120 миллиардами долларов резервов, валютных резервов. Нужно отметить, что это максимальные показатели за последние десятилетия. С начала года наша страна заработала около 5 миллиардов долларов именно на валютных операциях. И за благополучные, как говорится, удачные вклады и инвестиции, более благополучные, более удачные, чем в предыдущий период, страна заработала 2 миллиарда долларов. Нужно отметить, что 120 миллиардов долларов составило 32,5% от валового продукта Израиля, от ВВП Израиля. Это колоссальный успех, колоссальное достижение. Нужно отметить, что левые СМИ в основном только констатируют факты, либо просто игнорируют данные цифры. Чья заслуга этого в этом? Конечно же, нынешнего премьер-министра Бенемина Нетаньягу, который еще начиная министром финансов заложил огромные инструменты и внес огромный вклад в стабильность и в развитие не просто банковской системы Израиля, но в принципе экономики в целом. Нужно отметить, что во время кризиса, который начался в 2008 году, Бенемин Нетаньягу пригласил великого ученого и ведущего экономиста Стэнли Фишера, который управлял на протяжении нескольких лет, нескольких кризисных лет, Банком Израиля. И благодаря ему и благодаря правильной, достаточно жесткой политике введения дел, наша страна практически не пострадала от кризиса. Нужно отметить, что на фоне этого те же израильские СМИ, те же левые СМИ переживают и буквально бьют тревогу о увеличении государственного дефицита. Откуда же взялся госдолг и почему он увеличился? Мы с вами вспомним и напомним. Дело в том, что в предыдущей каденции, в предыдущем созыве Кнесета, Бенемин Нетаньягу назначил министром финансов Моше Кахлона. Моше Кахлон, в свою очередь, представляя правоцентрическую партию, внес ряд законопроектов и изменений. В первую очередь были снижены пошлины для личного ввоза из-за границы. То есть, допустим, человек хотел приобрести мобильный телефон, так пошлины были снижены. После этого, естественно, это за счет бюджета государства. Следующим этапом вот этих вот послаблений государственных и государственных вложений была программа Михейле Миштахен, программа для новоселов. Когда тысячи, десятки тысяч людей смогли приобрести себе жилье, что, в принципе, до этого было достаточно нереальным или каким-то фантастическим, люди смогли приобрести жилье по немного сниженной цене и достаточно с большими льготами. Все это, как говорится, все эти послабления, они, естественно, привели к увеличению дефицита в госбюджете. Но мы видим, что господин Нетаньягу достаточно подконтрольно и контролировал данный дефицит. Почему? Потому что он допустил это только убедившись, что у государства есть на это деньги. Нужно отметить, что достаточно много Банк Израиля делает для того, чтобы поддерживать шекель и евро. Шекель достаточно крепко по отношению к заграничной валюте, в частности к доллару и к евро, чтобы стимулировать рост внешней торговли. И чтобы, естественно, привлекать больше инвесторов. Сами инвесторы и рейтинговые агентства до сих пор оставляют уровень Израиля достаточно стабильным. И мы видим, что инвесторы только приходят и притекают. И, как говорится, инвесторы не голосуют ногами и своими деньгами. И Израиль не просто будет дальше расцветать, и несмотря на небольшое увеличение госбюджета и дефицита в госбюджете, люди, инвесторы не испугались этого, компании не испугались этого. Наоборот, они, увидев достаточно серьезную стабильную работу в сфере финансов, достаточно серьезные инвестиции и серьезный контроль со стороны банка, со стороны государства, со стороны того, чтобы не допустить какого рода коллапсы, пришли и будут приходить, и будут вкладывать в израильскую экономику много миллиардов и миллиардов долларов. Полный детальный обзор данной новости вы можете найти в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И мы будем, как я много раз уже говорил, свидетелями больших чудес в нашей прекрасной и цветущей стране. Всего доброго и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok